Ну а наш корреспондент в Лондоне Светлана Чернецкая узнала, что это за международная юридическая компания и какие дела она распутывала ранее. Посмотрите. Лоренс Грэм одна из старейших юридических фирм в мире. Ее основали 280 лет назад. В Великобритании она известна в первую очередь делами, за которые берется, а также своей огромной сетью юристов и клиентов. Это международная компания с офисами в Монако, Дубае, Индии и России. Базируется в самом сердце Лондона, возле знаменитого Тауэрского моста. В самой фирме пока не комментирует громкое украинское дело. Здесь только начали разбираться и вежливо попросили отложить интервью до более предметного ответа на мои вопросы. Пока ограничились заметкой на официальном сайте, где в общих чертах изложили суть процесса. Подтвердили, что их юристы будут представлять интересы Украины в судах Соединенных Штатов и Швейцарии. Упомянули и о вероятной причастности к присвоению 200 миллионов долларов из бюджета двух бывших премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко. Такого рода процесс не в новинку юристам Лоуренс Грэм. Среди последних громких международных дел фирмы дело Малуфа. Компания представляла Бразилию в суде по возвращению 10 миллионов долларов в госказну. В их отмывании обвиняли бывшего главу города Сан-Паулу. Деньги вернули, а экс-мэра Паулу Малуфа осудили за кражу. Сверлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности британское бюро телеканала Интер.